Так, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я вместе со своими девочками остался один дома. Прямо сейчас я нахожусь в квартире родителей. Катя в Новосибирске за 8000 километров, а родители уехали на день рождения к дедушке в Россию. Поэтому я сам. Одиношечный. Один дома. А все мы знаем, что делают люди, когда остаются одни дома. Шалят. И по жесткому шалят. Каждый раз, когда я захожу в наш сезон выживания один, без Кати, мы все прекрасно знаем, чем это закончится. Или ремнем по моей заднице от Кати, или жестким троллингом для Кати. Узнаем в следующей серии выживания, ну а пока мне надо очень сильно подготовиться. И в этом мне сегодня поможет черепашечий шлем и парочку табличек. Ну и ведерко, сейчас я за ним сгоняю. Пришло время проучить Катю. И этот троллинг я делаю не просто так, а из-за того, что она не разрешает мне вывести наружу батончика Ивана, моего сына. Я понимаю, что мой сын как бы в этом бракосочетании вместе с Милкой, и у них есть уже ребенок, вот этот булочка с корицей, или к чертой бабушке, как его там зовут, я уже не помню. Но это не значит, что вот этот молодой человек должен до конца жизни гнить в шахте. Мне кажется, никому бы не понравилось жить в 100 метрах под землей уже на протяжении месяца, и до сих пор не видеть дневного света. Учитывая то, что я слышу по ночам, как он там жалостно мяукает и просит о пощаде, или о благородной смерти, потому что он уже заколебался здесь находиться, я должен его спасти. Здорово! Семейство кошачье! Батончик Иван, не будешь со мной здороваться? Кастрирую! Тут оно было, смотри, последнее предупреждение. Я всегда говорил, что те, кто не приходит на мои стримы каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера, теряет многое. Вот на предыдущей неделе, например, мы с Катей занимались вот этим. Бан. А, кстати, да, покинул игру. И зачем ты это сделал? Это была проверка. Проверка. Все, дангеры... Веркут в их мозг. Вот, смотрите, ребят, что мы должны с вами строить. То есть, первый уровень из игры Соников. Через то, что выходит фильм, мы должны построить... Я, наверное, буду строить огромного Соника. Катя будет строить, наверное, камни. Наверное, Катя, она больше просто... Катя, она больше не способна, наверное. Мы тут все стараемся, а ты все срами. А я думаю, что не стараюсь, у меня уже рука болит, блин, на клавиатуре. У тебя рука камни болит строить. Не зря мы это строили почти 2 часа. Соник классный, кольца классные. Пальмы классные, даже поляна вот эта классная получилась. Даже свиньи классные, все классно. Я вот строил Соника. Победители в конкурсе в группе ВКонтакте, которые помогали нам с Катей его строить, также строили пальмы, золотые кольца. А Катя строила камни. Просто камни. Ну, по 40 минут примерно на один камень у нее уходило. Она за весь стрим камня 3 построила. После этого стрима мне многие подписчики начали писать, что мол, Эдисон, спасибо, что посоветовал этот фильм. Я сходил с братой, с сестрой, мужем, женой и вот это ее сыном. И фильм реально очень крутой. Поэтому, если ты не ходишь на мои стримы, если ты еще не посмотрел фильм, давай я тебе хотя бы трейлер покажу. Я Соник. Я все еще здесь, чтобы защищать своих друзей. Супер-еж. Власти хотят тебя расчленить. Меня арестовать. Затуимся здесь на время. Смотри, как работает мастер. Ну что, пойдем отсюда. Самое время. Супер-скорость. Я приду за вами. Здесь, между прочим, нет поворота налево. Супер-герой. Сейчас будет бурл. Как же ты уцелел? Даже понятия не имею. Соник в кино. Все нормально. Уже в кино. Чаще на стримы надо приходить тебе. Чтобы такую веселуху не пропускать. И не смейте, пожалуйста, в комментариях мне писать, что, мол, Едисон, хватит троллить Катю. Этот троллинг придумал даже не я. Придумали подписчики в комментах. Я читаю все комменты вместе с Катей. Поэтому этот троллинг только благодаря, может быть, тебе, может быть, кому-то другому. Я не знаю, кто это придумал. Но последние 50 комментариев, которые я прочитал под своими роликами, были наподобие... Едисон! Вздорови, Милку! Едисон! Спрячь всех кошек, чтобы Катя не догадалась, где они находятся! Едисон! Увези всех кошаков в соседнюю деревню, чтобы Катя испугалась то, что все кошки пропали! Но я придумал вариант получше. Не зря я взял вот эту всю водичку. Я хочу полностью все вот это помещение затопить к чертовой бабушке. Устроить здесь настоящий аквариум. Ну, в смысле, аквариум не из кошек. Хотя тоже прикольная идея. Но нет, я не настолько сильный живодер. Я, в принципе, не живодер. Я сюда затащу очень много воды. И потом затащу также сверху очень много рыбы. Ну и, конечно же, Милочка и все наши остальные дорогие кошки. Я не буду вас убивать. Я не настолько вот этот конченый. Ну, реально, типа, надо быть очень конченым. Потому что Катя меня тогда реально бросит, если я убью всех наших кошек. Вот. Я их спрячу. В секретном месте. Именно вот там. Который я только что прокопал. Я его сейчас немножко освечу. И всех кошек переведу сюда. И закрою это место картиной. Катя уже два года играет в Майнкрафт. И она до сих пор не знает, что можно устраивать. Вот такие вот секретные проходы за картиной. Кошки будут находиться здесь за картиной в безопасности. А как только ты выходишь сюда, в это помещение, здесь все будет затоплено. А здесь будут плавать Ярик, Окуни, Караси, Лососи и Габрюхи. И вот вся эта остальная морская нечисть. Вот. Дети, вы все готовы к подводным приключениям? Да? Тогда прошу спрятаться в бункер мой подводный. Чё жопы мнёте? Бегом туда. Я вас не буду каждого переводить. Ладно. Тогда придётся каждого переводить. Где мой поводок? Пошли батончики вас. Давай. Давай, давай, давай. Сюда. Сюда. Заходи. Давай, 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 давай. Сюда. Сюда. Давай дальше тогда. Вот сюда. Батончики вам. Вот здесь. Ага. И здесь. Вот так сиди. Не выбегай обратно. Не выб... Обратно вернулся! Пришлось немножко потрудиться, но я им здесь сделал просто зону отдыха. А вы здесь оставайтесь. Сейчас за вашей матерью сгоняю ещё. Давай, милка. Ты последняя. Заходи. Не можешь задницу свою поднять, чтобы я тебя проще перетащил. Вот здесь. К семье. Вот так вот. Всё. Вы... Ой, булочка с корицей. Ты так на маму похожа. Ой. А батончик Иван точно твой папа? Ну ладно. Не буду ваши семейные дела путываться. Всё. Вы здесь находитесь до тех пор, пока Катя не осушит всё помещение. Кстати. Я спрячу уже все губки, поэтому Катя упадёт в панику и отправится куда-то в середину океана искать новые губки, чтобы это всё осушить. Потому что просто так отсюда воду не убрать. Нужно сделать бесконечный источник воды, который будет находиться вот здесь. И вот отсюда я уже могу черпать хоть сколько воды. И вот сейчас самое главное. Нужно приступить к затоплению. Не зря у меня черепашечий панцирь, который поможет мне дышать под водой на 10 секунд больше. Жалко, конечно, все эти грибочки, травушку и коврики, потому что их водой просто смоют отсюда. Но троллинг Катя есть троллинг Катя. Ну, с богом. Переступим. Надеюсь, что вода не будет попадать туда внутрь и то, что картину она не смоет. Всё нормально? Дети, вы там живы? Дайте посмотрю на всякий случай, перестрахуюсь. Живы. Ну всё, сидите. Не бойтесь, если вода журчать будет, это всё хорошо. Просто вот эту сральную трубу прорвало. Ага. И обратно. Вот ты только на секунду представь себе, как же Катя очумеет, когда зайдёт в это помещение, не обнаружит Милку, Батончика Ивана и Булочку, очумеет от того, что все наши кошаки просто вот это отправились туда, в кошачье царство. Она подумает, что они утонули, а они будут находиться вот там, за этой картиной. Я не знаю, как сильно она начнёт паниковать, но это ещё не конечный элемент моего тролинга. Надо отправиться за вот этими морскими существами, чтобы заполнить наш аквариум. Рыбкам надо дать дом. Вот ты сюда. Опа. О, я, нифига себе, я даже ещё ачивку получил. Я чё, реально до этого ни разу не ловил рыб в эту ведро. Сюда иди. Вот так, вот так. Ярик! Залезай в ведро! Залезай в ведро! Давай, иди сюда! А чё, Ярика, нельзя ведро словить? Эээ, ну ладно. Ладно, парочку лососей, пацаны, залезайте в ведёрко, и ты второй тоже. Ну и, конечно же, нельзя просто так себя выдавать. Ледники тают, глобальное потепление, и вот это всё остальное. Океан как бы расширяется. Вот, тут всё прорвало. Вот, нашу шахту как бы и затопило. Надо себе просто алиби придумать, чтобы Катя просто так нас не спалила. Вот, давай, вот туда прям, ага. Затопило так затопило, всё наше подземелье затопило. Так, ещё рыбки, конечно же, не хватает, как я сказал. Пловите! Дети мои, вперёд! Извините, я Ярика сюда не смог приволочить. Ярик, к сожалению, в ведро не залазит, но вам и так здесь будет нормально. Ой, 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 ой. Это, конечно, на небольшой дурдом похоже, но зато Катя реально очумеет, когда увидит вот это. Были кошки, стали рыбы. Кушай, кушай, дорогой мой. Если это вдруг мой последний ролик, и больше троллинга и выживания не будет, потому что Катя меня хокнет, эту коричневую панду, этот мир выживания, этот бамбук завещаю тебе, своему подписчику. Ну, только если ты подписан на канал. Если нет, то надо подписаться. А если не подпишешься, я скажу Кате, что это ты мне сказал построить этот троллинг. И Катя тебя будет винить, и всё, как бы, я больше виноватым не буду. Ну, Катя мне засунет этот бамбук глубоко-глубоко куда-то в одно место. И да, и после этого я виноватым не буду. С бамбуком глубоко в одном месте, да, виноватым не буду. Зато с бамбуком в одном месте, да, глубоко-глубоко. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok